Что я должна была сделать? Ну, тихо. Добрый вечер. Привет. Привет. Добрый вечер. Как дела? Потихонечку. Мы тут с женой ругаемся, извини. Зачем? Да мы не то, что ругаемся. У меня просто сегодня у бабушки давление скакануло. А я не подержал, да? Нет. Он на меня ругается, что мне пришлось выехать и набухаться там где-то. Может она бабушке коньяк наливала, чтобы давление это... Нет, объясняю. Да, объясни нам всем. Я была за городом. Угу. Бабушке стало плохо в городе. Угу. То есть мне пришлось из-за города стартануть в город. Угу. Пьяный. Ну. Бухой. Блин, я пьяная за рулем, я же лучше, чем все эти пи***сы близко. Объясняю. У нас в России есть такая тема. Если вдруг ловят ГИБДД... Да вообще, да нет, суть-то не в этом. У нас в России есть такая фишка. Если, блин, пьяная баба за рулем, это самый нормальный водитель. Короче, если самого нормального водителя ловят, вот, отбирают права у нее и владельца машины, ну, которым я являюсь. Ну, да. Как-то так. Получается... Это короче, в принципе, по закону. У меня и мысли. Ясно. Значит, вас больше возмутило не то, что она пьяная, а то, что она пьяная еще и ехала куда-то на машине. Ну, да, возмутил, да. Я понял. А то, что у меня бабушке было хреново, это не возмутило. Бабушку спасли? Да. Она всех нас приживет. Вы когда приехали, у нее давление восстановилось? Все, скорая приехала. Или вы ей коньяк привезли? Нет, скорая приехала, укол сделали, давление нормализовали, все хорошо. Я понял. А в чатру летку с какой-то алюзией заплатить? Бабуля у меня молодец, ей уже 87, и она еще до 90, блин, да бабахает. А в чатру летку с какой целью заходите? А это вот у него спросить. Я люблю пообщаться по жизни. Ясно. Ну, жизнь у нас сейчас непростая. Какая непростая, объясните. Ему скучно, у него жена болтается где-то вечно. Ну, какая у нас... Я думал, вы его жена... А, вы же ездите везде, да? Да, я его жена, я вечно где-то болтаюсь. Ага, ему скучно. Ему скучно. В смысле, какая жизнь? Вот видите, сегодня ему повезло. Так-то вообще, в принципе, я бы приехала только бы за. Короче, она ехала, а она... Ну, короче, мне уже не о чем говорить. Уже вам не скучно? Уже не скучно, да. Приехала жена. Уже ее много. А так бы хотел поговорить... Знаете, о чем бы хотел говорить? Как бы нам хорошо бы жилось, если бы не было бы... Давайте коллайдер запустим. А что, почему нет? А давайте запустим коллайдер. Ну что, почему нет? Надо же хоть что-то запустить, да? Да. Я очень хочу приехать. Да. Прямо туда. Прямо сюда. В Таиланде ты не был у меня еще, заинька моя. В Таиланде? Я была, а он не был. Ну, все пиздец, я не был в Таиланде. Я его туда не отвозила. Он переживает за это очень сильно. Куда вы хотите приехать? Ну, я хочу, в общем, приехать на Украину и приехать к друзьям посидеть, побухать. И чтобы это было именно вот, чтобы обнять человека там. Еще что-то там. У нас в Харькове очень много. Без войны. Я об этом говорю. Харьков. Понимаете, о чем я? Да, я, конечно, понимаю. А друзья, вы сейчас поддерживаете отношения с друзьями? Да. Да. Замечательно. Есть такие друзья, которые против, а есть друзья, которые за. Против чего? Мы политики не трогаем вообще. Не, не, мы политику не трогаем. Я просто говорю, ну, против чего и зазь, что? Кто нас в Харькове, кто нас в Моспино. Моспино вообще разбомбили там все нахрен. Там практически ничего не осталось. Ну, не ладно. Суть не в этом. Люди живут, люди остались, люди живут. Мы как общались, так общаемся. То есть, когда... У нас есть люди, которые готовы выебать, а есть люди, которые и я. У них нет связи. У них нет связи. Вот в чем суть. Когда они все прибираются, они звонят и рассказывают. Все там хорошо, там то, все, пятое, десятое, там все. Ну, а вы как вообще поддержите своего или нет? Я тебе все объясню. Я против. Замечательно. Ну, вообще против. Ну, вообще пацифисты. Ну, вообще пацифисты. Я не представляю, как убивать человека вообще. Я знаю, как убивать человека, но я не хочу. А ты знаешь, это же умеет убивать. Ой, так бивстань. У него теперь жена тоже научилась убивать. К сожалению. Вы что кого-то сбили на машине, пока есть? Я никогда в жизни никого не собью на машине. Я очень аккуратный водитель. Я супер, пуперский водитель. И я никогда никого не убивал. Я уже... Я уже... А, ну, а нет, я убил. Я собачку убил. А, кошечку убил. А я ворону задавила. Ты голубя там сбил. Ворону задавила. Ну, максимум. Или голубя. Задавила прям вообще. А как... Смотрите, а такой серьезный вопрос. А как вы думаете, сколько должно пройти времени, чтобы украинцы простили россиян? А, я сейчас объясню. Нет! Нет! Найн! Найн! Нехть! 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 Это глупый вопрос. Почему? Ну, блин. Давайте не будем. Вы приятный молодой человек. Давайте не будем. Нет, ну, мне просто интересно, как вы думаете. Так, а... А я... А за что прощать? А за что прощать? Прожди, прожди. Не трынди. А за что прощать? Что значит? Смотрите, вы сказали, там так разбомблена вот эта Моспина. Вообще его разбомбили. Ну, вот это же... Так разбомбили-то кто? Украинцы? Украинцы разбомбили-то. Сама Моспина разбомбили украинцы. Сами себя? Да! Да, блядь! Моспина разбомбили украинцы. Последний раз, который удар был? Да, нет. Это еще в самом начале, еще 14-й год, блядь. Еще 14-й год. Когда мы, блин, принимали сюда, когда приехали... Сашка приехал с детьми со своими. Они все оттуда приехали. Они детей оттуда вывозили, блин, чтобы, не дай бог, их в армию не взяли. Когда оттуда просто пацанов брали вот так вот за шкварник, блин. Все, ты пойдешь на войну. Вот. Садин тогда притащил своих троих детей. Вот это было Моспина. Это было Моспина. Потом его не стало. У меня у подруги там дом в Моспина. Его больше нет. Его же в Амель? Да. Все, Ларискина дома больше нет. Тетка сейчас под Харьков поехала, по-моему, да, под Харьков поехала, тетушка. Ну, она жила в Моспина, она сейчас в итоге под Харьковом живет. Вот раз в неделю у нее получается выйти на связь, там она выходит, звонит, рассказывает. Все хорошо, там, ну, как... Я за другое. Смотрите, вот подсчитано, что с 24 февраля 2022 года по территории Украины больше 6 тысяч ракет Россия выпустила. Они же куда-то прилетели. Ну, что-то мало кинули. Ну, маловато, маловато. Маловато. Пи***ш. Пи***ш. Должно поболее было. Так это именно ракеты? Да, это все... Да, пи***ш. Пи***ш. Так вы же сказали, что... Да, поболее. А вы же говорили, что вы против войны. Мы против войны. Мы против войны. Ага. Мы против. Но мало. Но ракет мало. Нет, дело-то не в этом. Да ты не понимаешь вообще. Мало в том плане, что... Мы против. Если уже начинают выпускать, то выпускают. И мы-то знаем, ну, вот они кинули. Мы-то против то, что они вот бомбят. Мы против этого. У нас через наш город... Так вы же сказали, их мало, надо было больше. Я не могу понять вас. Через наш город, через наш город, постоянно летают... Как их называют? Военные самолеты, которые переходят с какой-то барьер. Короче, истребители. Через наш город постоянно летают истребители. И у нас постоянно в городе несколько раз в день... Бум! Так, что трясутся... И стекла трясутся... А вы из какого города? Великий Новый. Ну, под Питером. Чем-то под Питером. Я понял. Кстати, бомбили совсем недавно ваши ребята. Нет, Брянск. Бомбили Брянск. Бомбили Брянск. Бомбили этот... Ай, там эти вы... Опять были эти... Пашки, вот эти вот... Извините. Ну, а как я еще... В Сальце прилетел. Ты что? Пару самолетов. Ты что? Ой. Это хахашечки? Эти хахашечки. Это называется хахашечки. Ну, вообще-то... Это хахашечки называется. Вот ответочка. А как вы относитесь к тому, что Украина начинает наносить удары по России, на ее территорию? Вообще... Я считаю, вообще неправильно. Все. Изначально. Изначально все неправильно. Да, вообще... То, что мы на вас... Стоп. Изначально все неправильно. Все. Если взять историю... Если взять историю... То вообще, в принципе... Территория Украины... Это территория Новгородской республики. Новгородская. Издалек. Где мы живем? Это вот где мы живем. Да. И документы, наверное, есть. Конечно. Да. А у кого? У... Ради интереса. Загуглите, да? Загуглите. Ради интереса. Я понял. А... Стесняюсь спросить... Стесняюсь спросить. А он правильно спросил. Документы... Документы... Стоп. Окей. Хотите увидеть документы? Документы все хранятся... Где? В Москве, блядь. А Москва нас... А Москва, по итогу, и Новгород под себя вот так вот взяла. Ну и что? Ну ничего. Мы живем. Нормально живем? Ну хорошо. Так ножки их велики. Так когда эта наша территория была вашей... Короче... Или я уже запутался. Ради... Не, подожди. Подожди. Если тебе интересно это... На самом деле, если тебе будет это интересно. Посмотри. Новгородская республика 12-15 века. С 1138 года по 1450... Ты хочешь сказать, что их под нами ходил? Ну и что там? Новгородская республика была вообще... Она рулила вообще Русью. Да ладно? Когда такое было? Да. Серьезно? Было такое. Нифига себе. Прикинь. Я, наверное, что-то пропустил. Что-то ты пропустил в истории. Ну, погугли, да и все. А территория Новгородских земель еще даже до... То есть, 9 век основания Новгородской земли, 9 век, еще до этого на Новгородской земле, 3000 лет до нашей эры земли до Кольского полуострова и, естественно, туда все тоже шли. Там не только Украина, там была, блин, и Литва, и Латвия, вся наша была. Это была все Новгородская? Я не... Нет, 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 ну не так далеко. До Киева-то приходилось. Нет, не так далеко. Не, не так далеко. Но это очень интересно. Вот посмотри, ради интереса. Я надеюсь, вы ее уже не наливаете, нет? А мне наливать не надо. Я, блин, историк, я на этом диплом защитила. А, кстати, тогда можете мне ответить, если вы на этом диплом защитили? Потому что, почему тогда в этих, в новгородских летописях есть упоминание, что из Новгорода ездили в Русь? Да, есть. Значит, Новгород Русью не считался, правильно? Объясняю, в чем суть. Давайте. Объясняю, в чем суть. У нас через Новгород проходил торговый путь. Из Варяга в Греки проходил через Новгород. У нас проходил путь еще один... Блин, как его зовут-то? Как это? Меня вообще не спрашивают. А, ладно, тебе беспорядок спрашивать. Тебе беспорядок спрашивать. Я просто знаю, где он там проходил. Нет, нет, ты там не ходил. Там уже, там уже, там уже все эти протоки, они, эти протоки уже закрыты. Они уже закрыты, этих проток уже нету. Я знаю все эти протоки. Ладно, суть не в этом. Не буду спорить. Я не спорю ни к этому. Короче, я рыбак, я просто знаю. Я с мужчинами не спорю. Я с мужчинами не спорю. Ладно, тогда, если это сложно, ответьте мне, что случилось в Новгороде, когда туда пришел Иван Треть... Так это тысяча четыреста семьдесят, сука, восьмой год. Он всех убил. Ну что? То есть... Первый раз, первый раз он пришел. Тысяча четыреста семьдесят первый год. Первый раз он пришел один со своим Москвой. Ну, ой, я опять Матюбайс, да? Угу. Блин. Извините. Короче, он там всех убил. Первый раз Новгород его пошел нахрен. В тысяча четыреста семьдесят восьмом году он собрал кого? Не только Москву, но и Тверь. Псков тогда, новенький такой. Угу. Маленький. Он собрал их всех. Их всех всеколявок. Мол, когда... Педал, педалей, Новгород. Ну, я... Ну, толпой. Ну, так а что? Если толпой прийти... Насколько я понимаю, он всех вырезал и утопил. Самое главное, что он сделал? Самое главное, что он сделал? Колокол снять. Снять колокол. Он выжжил всех и... Нет, не было. Выжжения не было. Выжжения много не было. Был снят колокол. Короче, он провел себя очень плохо. Почему? Есть у нас памятник. Короче... Тысячелетие. Мне, подожди секундочку. Я ответила на ваш вопрос? Ну, в принципе, да. Что за шутериншитые? Я думаю, я очень хорошо... Я все-таки не понял, как мы были в вашей территории. Так это до. Это до. Да, ну, кстати, я тоже не понял. Это до. Давай объясняй. Почитайте... Как Украина нашла нашу территорию? Насколько я помню, то из Киева, наоборот, в Новгород туда князей назначали. Не? Киев, он потом пошел. Киев потом пошел. Киев потом появился. Почитайте очень интересную историю, если вы интересуетесь историей. Вот реально. Мне интересно. Как его зовут? Сергей. Сергей. Я тоже хочу спросить, каким образом Киев стал нашей территорией? У папы спроси. У тебя папа историк. Вот он тебе расскажет. Очень хороший, интересный человек, который... Мы же под Киевом тоже ходили. Вы, может быть, да. Эфиопов. Ты об этом, да? Вы про Эфиопов, да. Короче, очень интересный историк. Его фамилия Янин. Янин. Еврейская фамилия. Я, во-первых, смотрите. Еврей может вообще решать вообще нашу историю. Он не еврей. Конечно, Янин. Это еврей. Я еще мелкая была. Я вместе с ним раскопки делала. И на раскопку была вместе с ним. А что вы скажете о Данилевском? О ком? Ничего. О Таирове Яковлеве? Ничего не скажу. Почему? Ничего. Например, о их лекциях «Русь в узком и широком смысле слова». Мне нужно... А что есть «Русь»? Можешь ты сказать? Ну вот как раз они развернуто рассказывают о том... Подожди, подожди, я хочу услышать. Другое мнение. Они как раз придерживаются теории того же самого Рыбакова. Что Русь в узком смысле... Нет. Мне не нравится «Рыбакова» теория. Не нравится? Мне теория «Рыбакова» не нравится. Я хочу услышать его теорию. Ну вот он вам рассказывает «Рыбакова». Хорошо. Хорошо. Я слушаю. По «Рыбакову» то «Русь» в узком смысле слова, она располагалась на современных территориях Киевщины, Черниговщины и Переясловщины. Да, а мы кто? Кто вы? Ну, Калии, там, Новгородцы, там и тому подобное. А Карелы кто? Нет, смотрите. Да, Карелы. Это в узком смысле слова «Русь». Это говорит о периоде, скажем так, 9-11 век. А теперь почитайте про Новгородскую республику. Нет. Про Новгородскую республику почитайте. Ну, была Новгородская республика и что? Я не спорю, я не спорю. Я не собираюсь устраивать дебаты. Она была, но она прекратила существование, когда ее уничтожил Иван Грозный. Так это 16-й век. Ну. А зачатие было 10-й век. Нет, я это понимаю. Я понимаю. Но говорю, что... Так, но существовало-то дохрена, очень дохрена. Нет, я просто говорю, что в узком смысле слова «Русь» располагалась на современных территориях Украины. Это Переяславщина, Черниговщина и Киевщина. Так, а можно я немного перебью? Да. То есть «Русь» — это Киев, да? В узком смысле слова, да. А в широком смысле слова — это православие, которое начало распространяться. То есть это «мы с вами», «мы русичек». А теперь, подожди. То есть «мы русские». Да? Что-что? «С вами». Не понял. «Мы с вами, русичек». Стоп. Ну, давай. Где у нас крещение Руси происходило? Там версии расходятся. И что? Там-там-там-там-там-там. Но не на территории Украины. Не на территории Украины. А где? А где? Не, ну, смотрите. Я слышал версию, что там в устье реки, вот я не помню, как она называлась, что это все-таки происходило там возле Киева. Слушай, смотри. Я тут в Израиле ездил. Я согласна. Так наметнен, так, между делом. Я видел, да, там как православные, там и тому подобное, армяне были. Слушай, кстати, в Израиле, в Израиле. Время в Израиле. Вообще абсолютно люди разных конфессий. Абсолютно разных конфессий. Абсолютно разных конфессий. Они все сидят вместе. И они молятся одному богу. Да нифига не одному богу. Одному. Богов у них до хера. И как и мусульнасы, и тому подобное. Они все там вот так вот. Так по итогу они молятся одному богу. Какому? Своему. А, своему. Да. Вот. Вы говорите, этот, на раскопки ездили. А дата основания Новгорода какая? Ну, не дата, а хотя бы... 1864... Какой? Не, какой. В 1859-й. В 1859-й. Новгород? А почему археологические раскопки указывают на то, что он как город только начал существовать где-то в 11-м веке, в 10-м? Стоп. Стою. Ты сейчас начинаешь говорить немножко о других вещах. Да он там погиб. В 1859-й год. Это основание Великого Новгорода. Он изначально был основан как Великий Новгород. Именно Великий Новгород. Потом, получалось как? Когда у нас пути шли из Варяг в Греки, у нас через наш ползли по Волхову все эти торговые пути. Мы развивались, мы развивались как могли, мы брали башни, башни, башни. Но археологические раскопки указывают на то, что он где-то, ну, 10-й век только как город. Нет, 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 нет. Ты не тот Новгород взял. Ты, видимо, взял... Ты, возможно, взял... Нижний. Нижний. Нет. Нижний Новгород, он вообще дольше. Вверх. Он вообще, блин, Новый город. Он вообще из Новогорода. Горький, он из Новогорода. Там еще с Великим Новгородом еще есть маленькая беда. Там есть нюанс. Я как рыбак тебе говорю, там надо, чтобы зайти... Озеро Ильвин, смотри, озеро Ильвин. Чтобы зайти до Новгорода, там есть нюанс. Там надо копать. И копали, копали много раз. Короче, не докопали. Короче, я понял. Восемьсот пятьдесят девятый год. Там Екатерина копала, там еще что-то там. У нас вечно, на наш Новгород, вечно все перлись. Все перлись. Москли особенно. О, и Москли мы тихо не можем. Это просто пипец. Это просто пипец. Мы были просто бельмом. Бельмом на московском. Нас сожгли. Пришел в Москаль и сожгли нас все. Новгород был сожжен. Смотрите, получается, если вы живете в Новгороде, а ваши предки уничтожены, вы же не являетесь наследниками. Я Новгородка до мозга костей. Я понимаю, что вы Новгородка до мозга костей. А я самоличанин. А вообще, Фёк. Откуда вообще? Ясно. Ну, мы историю не поменяем. А как вы думаете, как будет жить Россия с Украиной через 10 лет? Шикарно. Шикарно. Мы будем обниматься. Как раньше жили, так и будем дальше жить. Я с тобой буду пить водку и горилку там. Слушай, сейчас вот эти все политики, они разберутся со своими водками? Да, да. Именно так и будет. Слушай, баток. Именно так и будет. И все. Смотрите, но ведь для того же, чтобы наладились отношения, Россия должна, по крайней мере, раскаяться за то, что она делает. Стоп. Пускай политики в этом разбираются. Вы думаете, только политики в этом виноваты? Конечно. Я, например, ничего плохого ни одному украинцу не сделаю. Не тебе, не мне. Я тебе что-то плохого сказал? Нет. Когда 14-й год был первое, ребята побежали с Украины. Кто их принимал? Новгород были их принимать. Так, а зачем сделали так, что они начали бежать с Украины? Так их, они бежали от своих. От кого своих? Они не от России, они бежали не от России. Они бежали в Россию. Они Россия? Они бежали в Россию. Я понимаю, что бежали в Россию. А не Россия ли пришла и захватила Крым, а потом территорию Донецкой и Луганской области, нет? Стоп. Крым изначально вообще чей? Турецкий, блядь. Что значит изначально? Изначально он турецкий. Ну и что? Ну так все, давайте дадим его туркам. А может греческий? А может давайте не будем смотреть то, что было несколько веков назад, а будем смотреть на современное международное право, нет? А вот мы об этом хотим тебе об этом сказать. А если мы говорим о современном международном праве, тогда мы сейчас спокойно забываем обо всякой разной этой пи... Опять я мочегаться собралась, да? А современное международное право говорит о том, что Крым украинский, и он оккупирован, а позже аннексирован Российской Федерацией. Всего лишь на все? Нет. Что нет? Нет. Что нет? По современному международному праву, до сих пор, даже ООН, даже наш ООН не может принять нормального решения. Как не может? Че же все-таки Крым? Нет, нет, нет. ООН приняло решение еще 27 марта 2014 года. Они приняли резолюцию, которую осуждают, аннексию Крыма. Ну, а дальше? А дальше что у нас пошло на это дело? Что пошло? Не протестование? Ну-ка, 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 ну-ка. Какое протестование? Ты о чем? Читайте историю дальше, молодые люди. Ладно, я так понимаю, мы уже разговариваем на разных языках, потому что я столько не выпью. Не, я просто не хочу это самое, дискуссировать по каким-то законодательным актам и какой-то такой хернею, честно. Вот так честно, не хочу. Так Крым че? Наш. Че? Мой, мой конкретно. Твой? Да. Че это? А можно он будет мой? Нет, нельзя. Потому что для вас это шутки, а для многих людей это трагедия. Все их и жизни. Почему? Поэтому надо все возвращать и платить за это репарации. Я, между прочим, делаю там дороги. Я же езжу. Я дороги сделаю. Да тихо ты, жена. Блин, я дороги сделаю. Я же ездил туда не раз. Встречался с людьми. И не раз. Два года назад мы были последний раз, да, в Крыму? Примерно. Ну, а я же до этого еще езжу. Где-то два года назад мы последний раз были. Вот, берем таксиста. Я, конечно, не спрашиваю. Там, чем Крым, там, подобное. Я, конечно, спрашиваю. Я приезжал еще тогда, когда... Я понял, о чем... Смотрите, я понял, о чем вы хотите сказать. Ну, просто долго... Крым тогда еще полагает. Смотрите, я понял, о чем вы хотите сказать. Но вы не берете во внимание тех людей, которые выехали из Крыма. Которые не захотели жить в оккупации. Это во-первых. А во-вторых, ну, вам же не будут каждый крымчанин сейчас изливать душу, что он на самом деле думает. Но по международному законодательству это территория Украины. А можно теперь, я скажу, очень маленькую вещь? Издалека зашел. Я человек, который работает в туризме. Естественно, я отправляю людей отдыхать не только за границу, но и в Крым, и так далее, и подобное. И я тебе хочу сказать. Не тебе, а вы. Мы на ты уже общались давно. А, на ты? Да. Мы уже вторую бутылку тут допиваем. Конечно, на ты. Я только первую бутылку. Ладно, я шучу. Но суть не в этом. Я очень хорошо знаю крымчан. Очень хорошо. Я ни одного страдающего человека не встречала. Кто сдает свой частный сектор? Все равно это не дает права. Смотрите, ведь у вас есть дети, да? Конечно. Есть. Смотрите, вы готовы отдать своего ребенка в чужую семью, если ей там будет в сто раз лучше жить? А зачем? Ну, у нее будут там условия просто шикарные. Подожди, а зачем? Ну, как зачем? Ну, не, подожди, подожди, послушай, суть-то его. Ну, вы готовы отдать своего ребенка в другую семью, если ей там создадут шикарнейшие условия, что ей такие условия там или ему у вас даже и не снились? Вы готовы отдать своего ребенка или нет? А вы? А мы не готовы. Подожди. А зачем? У нас вот так у детей все... Ну, в смысле, хорошо. Ты суть-то вообще, понимаешь? У нас у детей так все хорошо. Наверное, не улавливаете, да, суть? Нет, нет, я-то уловил, да. Суть я уловил. Ну, тогда хотя бы вы ответьте на мой вопрос. Готовы отдать своего ребенка в другую семью, если ей там будет лучше? Нет, конечно. Ну, вот и ведь. Поэтому... Блин, если этот ребенок всю жизнь был рядом, а потом вдруг его отдали бабушке... А что вы имеете в виду? А потом в итоге решил этот ребенок сделать что? Не-не-не. Я буду жить сам. У вас, наверное, немножко искаженное понятие насчет Крыма. Вы говорите, этот ребенок был все время с вами. Чтобы вы понимали, то после войны в 45-м году сколько татар оттуда было крымских депортировано? И что с собой... Порядка 8 тысяч. И что из себя представлял Крым, пока туда не провели Крымский канал? Грустно. Вот. Поэтому... Было все грустно. Ладно. Не спорю, не спорю. Давайте. Не скучного вам вечера. Вообще Крымский полуостров, это очень-очень грустная история. Да, грустная. Ладно, все. Я буду закругляться. Давайте. До свидания. Давай, пока. Субтитры сделал DimaTorzok